Здравствуйте, дорогие друзья! Тайны Вечной Книги, как всегда, с доктором Михаилом Лайтманом. Здрасте! Добрый день! У нас новая глава, Тице, Ки Тице, «Когда выйдешь». И она начинается очень красиво. Вообще, все это стало какими-то цитатами повторяющимися. «Когда выйдешь ты на войну против врагов твоих, и отдаст их Бог Всесильный твой в руки твои, и возьмешь у них пленных, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее в дом свой, пусть она бреет голову свою, и стрижет ногти свои, и снимет с себя одежду пленницы, и пусть сидит в доме твоем, и оплакивает отца своего и мать свою месяц, а затем войдешь к ней, и станешь мужем ее, и она будет тебе женой». Это вообще перед входом в Эра Цесраэль говорит Моше «главные законы». Да, конечно. «Когда войдешь ты на войну против врагов твоих, и отдаст Бог Всесильный, отдаст их тебе, и дальше как встретил женщину». Да. Вот можете вы вот это вот объяснить? Конечно могу. Я сейчас поднимаюсь на ступень, которая называется Эрц Исраэль. Эрц – это желание, которое будет полностью Исраэль, Ешар, Хель, прямо к Творцу. Так. Как я буду осваивать это желание? Есть желание, желание – это всегда женского рода. Есть желание, которое находится уже в моем подчинении. Есть желание, которое я могу легко исправить с помощью определенных своих действий между людьми и так далее. То есть вы говорите об уровнях желаний, которые есть во мне? Да, а есть желания, которые еще неисправленные, эгоистические, которые называются народами мира или семь народов, тем более, которые существуют в земле Израиля. Эти желания я могу исправить только если я… Во-первых, мужчин надо перебить, потому что мужчина – это намерение, и оно всегда намерение эгоистическое. Или оно альтруистическое, так это мое. А если чужого, имеется в виду те народы, которые населяют эгоистическое желание. Желание – это женского рода, намерение эгоистическое – это мужского рода. Значит, весь эгоизм я уничтожаю, убиваю все намерения, это значит истребить всех мужчин. То есть пласт мужчин я убрал. Да, намерений. Намерений, да. А женский пласт, я сейчас смотрю, с чем я могу работать. Вот я встречаю женщину, как вы говорите. Вот я встречаю, вижу желание. Оно очень яркое, серьезное, сильное, но его надо исправить. То есть вы говорите «возжелаю ее», как здесь написано, да? Да, да, да. То есть я с помощью этого желания, если я правильно ее исправлю и сделаю над ним правильное намерение к Творцу, то я при этом приближусь намного к связи с Творцом. Поэтому я жажду таких желаний, женщин, скажи, какая разница, как это называть. Но это все равно, не представляйте себе это в виде каких-то земных сцен. И поэтому, когда я вижу, что у меня есть здесь возможность еще осветить, то есть исправить многие желания... То есть взять в жены, да? То есть взять в жены, да. И устремить их к Творцу, то, конечно, я с удовольствием к этому устремляюсь. Хотя это очень большая работа, внутри себя раскрывать такие желания. Женские, и начинать их исправлять. Для этого надо подниматься над ними. Для этого надо отрекаться от своего прошлого, от своей прошлой жизни. Дело в том, что... А в прошлом я был что, неисправленным? Я был в прошлом, на прошлом уровне, исправленным человеком. Я пошел на завоевание следующего уровня, который меня связывает с Творцом. В котором я буду раскрывать Творца. Поэтому этот уровень уже называется «Земля Израиля». Но когда я начинаю раскрывать в себе этот пласт эгоизма, я вдруг вижу, что у меня там полно и намерений, то есть мужских, мужских как бы особей духовных, то есть намерений для себя. И все они властвуют над женскими, над желаниями. Желание мне надо оставить, а намерение мне надо изменить. Поэтому я должен, фигурально говоря, как говорится в Торе, я должен убить всех мужчин, я должен осветить всех женщин. И вот тут приводится перечень правил. Каким образом я могу эти желания исправить предварительно, до тех пор, пока я могу уже начинать работать с ними на отдачу. То есть это женщина, женское желание. Это целый этап здесь, да? Да, да, да. Вот прежде говорится «привезти домой». Привезти домой, посадить ее отдельно. Она должна быть под твоим началом. Она должна оплакивать своих родителей. Она должна остричься волосы, она должна омыться, она должна... В общем, все эти подготовки она должна сделать. И только после этого, как она находится в твоем видении, после всех этих исправлений, ты можешь начать работать с этим желанием на отдачу. И таким образом ты, в общем-то, и завоевываешь землю Израиля. А без этих женщин ты бы завоевал землю Израиля? Нет. Очень точно. Нет. Потому что желаний у тебя-то нет. Сейчас раскрывается новый пласт желаний, которые есть вот эти вот так называемые пленницы. Очень точно. То есть это прямо этапы, как я работаю с желанием, которое я встретил там в Эртис-Араэль. Когда ты поднимаешься на уровень желания работать прямо с Творцом, уже раскрывать Творца, и ты раскрываешь их именно в этих желаниях, которые ты раскрываешь, как не твои, иноземные, противоположные Творцу, эгоистические, более тяжелые, более грубые. Ты должен прошлое намерение истребить, потому что оно все эгоистическое, а для того, чтобы работать с этим же желанием в эльтруистическом направлении, ты должен сначала его омыть, исправить. Месяц обрабатывать, грубо говоря. Да. И только после этого ты можешь перейти. Но месяц это специально. Это особо кругооборот и времени также. И ты сможешь тогда начинать работать с ним на отдачу на Творца. Очень хорошо. Вот можно буквально по одному предложению. Что такое волоса стричь, например, у этого желания? Это очень тяжело. Это сааро, трейша, так называемые исправления, которые мы должны сделать. Это... В головной части, да? Я даже не знаю, как это перевести. Саара, это от слова шесоэр. Возбуждение, да? Возбуждение всевозможное, которое есть у человека относительно Творца, с которыми он не желает быть связанным с ним. Надо это все остричь. Ну и так далее. То есть омыться, это понятно, что вода – это хасадим. А вот оплакивать своих отца и мать. Оплакивать, оплакивать. То есть это все слезы – это избытки света, которые не в состоянии человек получить в своих желаниях, неисправных. И поэтому в нем выделяются слезы. Так вот, она должна выплакаться, грубо говоря. Вот. И, ну, в общем... Ну, в общем, принцип понятен. Это очень сложно. Это тринадцатая часть Талмуды Сарасферот. Даже так. Тринадцатая часть Учения о Десяти Сарасферотах. Очень сложная. Самая сложная часть. Вот вообще. Вообще, как они. Ну, дальше пойдем. Если случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее, куда она пожелает, но не продавай ее за серебро, не издевайся над ней, ибо принудил ты ее. Да. То есть ты освободил ее от прошлого эгоистического намерения, а не в состоянии произвести над ней правильное, над ним, над этим желанием, я имею в виду, а правильное альтруистическое намерение. Тогда ты просто отправляешь его в свободное плавание, что называется. Что естественным путем это желание твое пока еще где-то висит. Вот это не издевайся над ней, ибо принудил ты ее. Да, потому что ты избавил ее от эгоистического намерения, да, захватил. Ты обязан, вообще-то, в принципе, ее доисправить. То есть дать этому желанию альтруистическое правильное направление на Творца. Если ты этого сделать не можешь, оставь свое желание, свое желание, потому что это твое, в общем-то, оставь это желание в покое, считай, что оно где-то просто вот в таком подвешенном состоянии находится. Потом ты еще им займешься, да, грубо говоря? Где-то через какое-то время оно все равно возникнет. А вот то, что говорится, не продавай ее за серебро, вот что это означает? Дело в том, что ты не имеешь права менять одно желание на другое и при этом выручать за него экран. Серебро – это кесов, кесуфа, экран, покрытие. То есть ты не можешь выигрывать на том, что ты не доделал свое исправление. Но затем это приходит. Дело в том, что это все флуктуация желаний, они постоянно происходят так в человеке. А вот как ты все-таки хотел это желание действительно? Ты хотел, ты был уверен, ты был уверен, что с помощью его ты сейчас берешься на следующую духовную высоту, на следующую, ближе к Творцу. И вот где? Ну и оказалось, тебе не по силам. Да, и ты не можешь тогда ничего сделать с этим желанием. То есть ты завоевал, ты убил эгоистическое желание, намерение, ты, может быть, заставил ее, это желание, это работа над собой, это сам человек это делает. Это же не женщина просто сидит где-то у него там в шатре и плачет по своим родителям. Это он сам, соединяясь с этим желанием, оплакивает, стрижет волосы сам себе. То есть он должен соединиться с ним полностью, и он видит, что он не в состоянии этого сделать. То есть это абсорбция нового желания внутри человека, который готов с его, с помощью слиться с Творцом и обнаруживает, что это не в состоянии. Вот меня потрясает, когда я вспоминаю, что вы говорите, это работа с одним и тем желанием, вот сначала Тора и вот до этого практически сейчас, это одно и то же желание, с одним и тем желанием. Да, но оно проявляется постепенно, поступенчато, послойно, и на каждом уровне, если у нас проблемы, есть проблемы, потому что мы должны осознать эти желания, увидеть, насколько мы связаны с ними, насколько невозможно нам это сделать, насколько нам невозможно, неспользуется нам это сделать, обратиться к Творцу, насколько нам невозможно обратиться к Творцу и так далее. То есть это огромная работа. Сколько работы? Да, да. Это вообще, не то, что пугает, но во всяком случае, работы сколько человека. И человек обязан сделать эту работу, в конце концов, вот так вот, как она, вот так вот поэтапно, как она здесь описана или нет? Каждый. Каждый. То, что ему по душе положено. То, что по корню его души. Да. Пойдем дальше. Если будет у человека две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и родят они ему сыновей, любимая и нелюбимая, а первенец будет у нелюбимой, то в день, когда будет он оставлять сыновьям все, что есть у него, не может он предпочесть сына любимой, сыну нелюбимой, первенцу, но первенца, сына нелюбимой, должен он предпочесть и дать ему вдвое больше из всего, что окажется у него, ибо он, начало силы его, за ним право первородства. Да, конечно. То есть душа его лежит, грубо говоря, там... Это не душа, это надо понимать, ведь все несовершенно не на человеческих уровнях, что мне нравится этот младенец, а этот не очень. Это моя любимая жена. Да, это любимая жена, это нет, это там все меня убеждает, что именно она любимая, и что сын ее любимый, и наговаривает на вторую, а вторая скромная, ничего, то целое, драму можно изобразить. Все, по романам идет. Понятно, да. Но это совершенно не так, товарищи. Это все... Это все в другом совершенно смысле. Любимые желания – это эгоистически близкие и более ко мне, а нелюбимые желания, на которым я должен больше работать. И поэтому то, что рождается именно с нелюбимым желанием, это первенец, это моя сила. Он рождается и был, и выше, и сильнее, чем то, что от слабенького желания, любимого мной. – От любимого. – Ой-ой-ой. – Поневоле. И поэтому понятно, что я должен предпочесть, вопреки своим всевозможным расчетам эгоистическим, желания, которые исходят из более серьезного эгоистического слоя. и поэтому жена нелюбимая, она сложная, она составная, она непростая, со сложным характером. Это мое очень сильное эгоистическое свойство. И поэтому с его помощью я достигаю, естественно, большей высоты духовной. Но мне надо над ним работать, надо себя превозмогать. И поэтому я должен именно нелюбимой заниматься. вся кабала в этом. Поднимать себя над эгоистическими свойствами только лишь к тому деянию, которое поднимет меня ближе к Творцу. То есть подбросит меня дальше от моего эгоизма. Поэтому естественно, что сын нелюбимый, он дает большее восхождение, большее возвышение. Именно поэтому его надо и предпочесть. Да, конечно. Это вот отсюда корень того, что враги станут потом самыми близкими тебе? Да, конечно. То есть и наоборот живущие в твоем доме будут твоими врагами. Вообще. А вот это именно говорится, потому что с врагами у тебя больше работы и это больше твой подъем. Да. Отличный ответ. Вот дальше пойдем. Значит надо переписывать романы? Это вообще это очень это сейчас перевертыш был у меня на самом деле. Я у меня было ощущение, что все-таки любимый это тот, который ближе тебя, ближе к творцу, как мы говорим. А вы сейчас мне перевернули. Нет. Где больше работы, там говорится об исправлении. поэтому это надо воспринимать. Дальше. Если будет человека сын буйный и непокорный, не слушающий голоса отца своего, голоса матери своей. Представляете, какое желание в человеке, с помощью которого он хочет приблизиться к творцу. Это как конь, допустим, который бьет копытом, упирается, сбрасывает себя с себя. Это следующая ступень, да? Да, конечно. И наказывали они его, но он не слушал их. Да. Но пусть возьмут его, отец его и мать его, и выведут его к старейшинам города, к воротам места, где живет он. И скажут старейшинам города своего, этот сын наш буин и непокорен, не слушает он голоса нашего, обжорован и пьяница, и пусть закидают его все люди города его камнями, и пусть умрет он. Искорени же зло этой среды твоей, и весь Израиль услышит и ужаснется. Да, почему нет? Если отец с матерью, то есть мужская и женская часть порождает сына, и этот сын им не подчиняется, а он обязан включиться в них и через них получать высший свет, для того, чтобы самому продолжать путь, рожать, так сказать, и так далее. То в таком случае они должны вывести его к старейшинам, то есть к тем, кто выше них на следующую ступень. Допустим, мать-отец Абба-Ваима, Хохма-Ибина, и подними зон, значит, они должны поднять его еще выше, а там убивается очень просто. Там есть четыре вида смерти. Побивание камнями, удушение, сожжение и так далее. Повешение. Так вот, таким образом убивается это желание, которое они породили, убивается, то есть, оно не сходит до уровня неживого, и потом начинается снова его развитие. Это значит, побивается он камнями, да? Да, а камнями это левевен, камнями, то есть, оно убивается таким огромным желанием, которое не дает ему возможности вообще обречить никакую толику жизни. Потому что поднимается так высоко, что он не может удержаться перед этим желанием. Интересно, когда здесь говорится, он обжора и пьяница, это значит, что он... И свет хухма, и свет хасадим. Обжирает в себя и ничего не отдает. То есть, он все впитывает, только себя берет. Только себя. Но это раковая клетка, раковый орган, это вот такой раковый человек. И его нужно побить камнями? Его надо, конечно, для него же естественно. И вот говорится почти везде, что ладно, искорени же зло из своей среды, и весь Израиль услышит и ужаснется. Вот это все время говорится. Да, это должно быть примером. Примером, конечно. Вот что это значит? Можно два слова буквально? что это? Все желания мои увидят. то есть исправление, ведь оно должно происходить в общей среде. Оно должно воздействовать на весь народ, так называемый, на все души. И поэтому оно должно реализовываться до такой степени, когда вся система связи между людьми или вся система связи между душами получает от этого исправление. то есть ты вводишь такой стресс во всю систему, она при этом импульсно переходит в другой режим. А та часть раковая часть, она таким образом от своего намерения глупого избавляется и начинает снова свой рост. То есть ничего, естественно, не пропадает из общей души. Это мне интересно, конечно, если бы вот так вот вратить. Это надо чертить, наверное, начертить большую диаграмму и из нее все тору и объяснять. Это вообще. Может, мы сделаем еще маленький заход. А вот если бы сейчас все эти нобелевские лауреаты, врачи, те, кто пытается раскрыть тайну, раковых всех этих болезней и так далее, вот если бы они были каббалистами, вот что бы тогда было? Ничего бы они не сделали, но, естественно, они раскрывают, что это все связано с нарушением внутренней программы клетки, органа. Что она начинает поглощать. Что она начинает поглощать саму себя или всех остальных окружающих и этим лишает себя возможности существования. То есть не делится. И в итоге сама погибает вместе с организмом, да, начинает самопроизвольно делиться, не принимая внимания окружающее пространство. Так что ничего не сделаешь. В принципе, сам механизм, он понятен. И он понятен, что это эгоистический механизм, который переходит границы все. У него не существует фактора сдерживания, что я убиваю этим себя. Я не могу жить в деревне и вокруг себя спалить все поля. И что дальше я буду делать? Чем питаться? Да. Ну, на зло кому я это делаю? Вот, это то, что делает неразумная раковая клетка, потому что эгоизм в ней, он просто становится хозяином. И при этом, конечно, разрушает все окружающее, а потом умирает сам. Понятно. Но вы говорили не раз, что мы все равно... Мы же так говорим, что умри ты сегодня, а я завтра. Вот, вот это принцип. Это принцип браковой клетки. Да. Вы все равно говорите, что мы не своими болезнями болеем. То есть, так или иначе, все равно всю систему надо познать для того, чтобы... Всю систему надо лечить вместе, комплексно. Поэтому вот это вот направление в медицине, оно постоянно каждые несколько веков снова входит в моду. Вот. Но я не знаю, не вижу, чтобы оно все-таки победило, поскольку... То есть, смотреть на весь организм. Да. Поскольку это придет вместе с кабалой. Вот это комплексный метод лечения. А сейчас пока еще, конечно, мы остаемся в рамках обычной медицины. Ну, мы еще успеем еще маленький абзац пройти. Если окажется на человеке грех, за который по закону полагается ему смерть, и будет он мершлен, то повесишь его на дереве. И не оставляй труп на ночь на дереве, но погреби его в тот же день, ибо поругание всесильного повешенной, не оскорбляй же земли твоей, которую Бог всесильный твой дает тебе в удел. Ну, это, в принципе, опять-таки же исправление, которое Торак говорит так иносказательно, нашими словами, что это, конечно, неприятно выглядит, но ничего не сделаешь, потому что язык, он язык ветвей. Значит, если человеку полагается смерть, за грех, за грех, то есть смерть это исправление ведь. Таким образом, он избавляется от эгоистического намерения, и нет никакой возможности другой это сделать. Мы проходим в обычной жизни очень много таких исправлений с помощью всяких несчастий, проблем, ежесекундно обрушивающихся на нас. Просто бомбят, 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 как вот метеориты маленькие, постоянно бомбят атмосферу нашу, но редко достигают там земли. Вот так же и мы. Мы постоянно находимся под воздействием бомбардировки вот таких вот маленьких проблем, и с помощью них мы исправляемся. Значит, исправление, оно связано, кроме этого, и с нашим животным уровнем, и с растительным, и с неживым. А что значит повесить человека на дереве? Да. Это, то есть, дать ему возможность следующего роста. То есть, дерево имеется в виду древо жизни. И после того, как он умрет, он обязан получить питание от древа жизни и снова возродить себя. И после того, как его закапывают в землю, это тело предается земле общему желанию. А в принципе, душа, она начинает получать желание, то есть, да, она начинает получать новое намерение. И таким образом начинает снова расти. То есть, все здесь надо смотреть на это, как на непрерывный кругооборот в исправлении наших эгоистических желаний. Отрывается на эгоистическое намерение от желания, желание остается обнаженным, без намерения, на него надо одеть другое намерение ради отдати, ради любви к ближнему и таким образом двигаться вперед. Вот и все. А желание, оно остается. Намерение, оно должно быть многократно, насколько оно было высоким, большим, отрицательным, настолько оно должно постепенно-постепенно быть уничтожено. И умертвить его, и на дерево повесить, и в землю закопать, и ждать, пока оно сгниет, а потом собрать кости в горшочек и поставить его в пещеру. Вот таким образом и происходило захоронение. А все это имеет уже, ну в следующий раз мы объясним корни духовных. Да, служебные духовные корни такого поведения. Вот просто еще один под вопросик такой, что такое древо жизни дает жизнь? Древо жизни это вся система, которая, которая питает все души своими ветвями. Это и есть древо жизни. То есть система связи между всеми нами называется древом жизни. Повешенный на древо жизни, вот еще раз, что это? Мы его подвешиваем, чтобы он начал питаться оттуда, но уже не на том уровне, когда он был плохим и заслуживал смерти, а избавив его от того уровня, мы ему даем другую подпитку, новую. То есть мы поднимаем над землей, над этой, да? Да, 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 обязательно. Потом в землю помещаем снова. А в землю для того, чтобы разложились те желания, которые иначе разложиться не могут, они должны обрести новое намерение. Ну, это все, подумайте, как это все объяснить своими словами. В общем-то, путь решения одно и одинаковое везде. Удачи! Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Дальше продолжим. Глава великолепная. Вы видите, тут много всяких точек переворота таких. Попросим нам все это объяснить. До свидания. Продолжение следует...